Сценические костюмы реквизит ведущих театров Верхней Волжи представляет Тверской областной дом народного творчества. В стенах выставочного центра имени Лизы Чайкиной открылась экспозиция гардероб Мельпомены. Мария Шалованова нашла несколько интересных моделей, о которых упадет речь в следующем материале выпуска. Год театра завершается торжественно. Выставка и десятка в костюмах ведущих театров Твери и области. Свои экспонаты представило не только профессиональное сценическое сообщество, но и любительские студии, такие как Блик и Торжка. Девочке показали наряды, которые сотворили своими руками. Основной материал – бумага. На каждый из костюмов уходит от полутора до двух месяцев. У меня уходит не очень много времени, если я погружаюсь в эту работу. Это платье я сделала за месяц, потому что я влюблена в эту работу. Она из моих самых лучших. Постоянная работа, каждый день в студии. Наш руководитель сидит с нами с утра и до ночи. Буквально до 12 часов мы находимся в студии и делаем эти платья. Это очень необычно. Такого нет нигде в мире. Мы единственные такие. И в этом наше всё. Девочки представили одно из своих лучших шоу с бумажными костюмами. Его тематика довольно часто встречается в профессиональных театрах. Борьба добра и зла. Во все времена театральный костюм являлся неотъемлемой составляющей сценического образа любого актёра, для которого это материя, форма, одухотворённая смыслом роли. Любовь ребёнка к постановкам и сцене начинается с кукольного театра. Его первыми и самыми яркими воспоминаниями навсегда останутся Баба Яга, Леший, Домовёнок, Сеньор Помидор, которых он видел, будучи совсем маленьким. Малыш взрослеет и кукольный театр сменяет тюз. Уже здесь главными героями фантазии для ребёнка становятся герои спектакля «Божественная Галатея», «Фигаро» и одного из главных новогодних представлений «Сказки-щелкунчик». Замечательные костюмы, которые вы сейчас здесь видите, это театр юного зрителя, предоставил нам костюмы к спектаклю «Щелкунчик». Приближается Новый год, время торжества, волшебства. И вот не случайно решили так вот празднично оформить ёлку, подарки, шарики, чтобы дети, возможно, вспомнили любимую сказку своего детства, вспомнили героев, Машиного короля и королеву, того самого смелого щелкунчика и девушку, которая им очень нравилась. Ребёнок взрослеет, ему становятся интересны серьёзные темы. Любовь и ненависть, взаимодействие поколений и отношения между сверстниками. На эти вопросы ответит театр драмы. На выставке он представил костюм старого графа Людовика и графини Дианы из спектакля «Собака на сене», платье Аполлинарии Панфиловны, героини постановки «Сердце не камень» и даже костюмы из Евгения Онегина. Вспомнить любимых героев детства, юности или взглянуть на костюмы постановок, которые вы видели недавно, можно будет ещё несколько месяцев. Выставка будет работать до 29 февраля 2020 года.